Мой смех, прибыльтесь к Богу, прибыльтесь к вам, почтите руки, исправьте сердца двоедушными, покушайте, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Радость ваша приносится в пласть, и смех ваш исчезнет. А всего одно слово, прибыльтесь к Богу, а как? Вот услышали мы, надо прибыльтесь к Богу, хорошие слова, и ничего нет дороже, если выполнить это. Говорит, это человек приближенный, приближенный, значит, вхожий, а может занимать какое-то близкое место к начальствующему, а это в отдаленное место сославит. Разница какая большая. Адам ходил в раю, очень приближенный к Богу, и слышал голос говорящего, он его знал, а потом удален был, высклон, в ссылку пошел. 7500 лет в ссылке находится. Приблизьтесь к Богу. С самого рождения стоит эта задача. Вот мы говорим, Господи помилуй, а это приближение. Чтобы слова не были напрасными, написано, очистите руки грешники. Значит, это служит приближению. Вот целая область, а как очистить, от чего, не внешность, чаши омывайте, а внутренность. А как руки очистить? Милостыней, добром. А где Христа можно увидеть приблизиться? А напоили одного, накормили, посвятили. Знаете, мы каждую минуту везде можем соприкасаться со Христом, и все ближе. И Господь показывает в откровении, иди, я покажу тебе брак Агнца, то есть самая большая близость. И он называется жених моей души. Такие сравнения даются, понятные. Брак Агнца. Или он глава, а церковь тело. Куда ближе-то? На одном теле, один организм. Мы говорим, Господи помилуй. И ждем помилования. А Господь говорит, а я не слышу вас. И какая причина? Левит, 19 глава, 3 стих. Приближающихся ко мне я освящусь. Досвятится имя Твое. Значит, не просто я приближаюсь, а по воле Его, по слову Его, чтобы Он не отверг, и тогда Господь в них освятится. Если человек думает, что он близкий к Богу будет через рукоположение, а вот я стану священником, стану епископом, может получиться совсем наоборот. Потому что самые грозные слова в Писании как раз на этих служителей во всем Писании. А может быть можно приблизиться через непрерывные молитвы. Он говорит, вы молитесь, вложаете молитву, а я закрываю уши от вас. Закрывает уши. А казыцы, это не очень прочное такое средство. А где оно? А тут впереди и говорится, очистите руки грешники. Они полны крови. Обман, коварство, не сходят с улиц. Псалом 72.8. А мне благо приближаться к Богу. Рассмотрев всю историю человеческого общества, увидев, что преступники живут в этой жизни лучше, они благоденцы, у них хорома, я едва, говорит, не поскользнулся. А потом закрыл глаза, а мне благо приближаться к Богу. Мы можем себя только этим напишать. Потому что люди полагают счастье свое во внешнем, в удовольствием. А удовольствием конца никакого нет. А наша задача одна, приблизиться к Нему. А чтобы волю Божию узнать, как приблизиться, вот лежит Святая Библия. Открывая ей, смотри, что Богу угодно. Он говорит, сердце сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Сердце такое близкое Ему. И дальше прием с Отцом обещание дается, и обитель у Него сотворим. Не просто мимо пройдем, а войдем, и сердце сделается хоромами, обителью Его, царскими палатами. Когда? А когда мы будем слушать Слово Божие? Когда будем исполнять Его? Когда будем исполнять Сыдухом Божьим? Мне благо приближаться к Богу моему. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Его. Вот как. Задача из-за этого заключается. Если ты приближаешься, то Богу угодно, чтобы ты возвещал Его дела. А где ты возвещал? Людям. Как Бог нас любит. Вот смотрите, по истории. Ни одной страны такой несчастной нет, как наша страна. То война, то оббирает, то революция, то перестройка. И никакого спасения нет. Я был в Прибалпике. Мосты, сараи, патрульные. Я говорю, а сколько этому сарая? Да 350 лет. У нас через три года дно снова перестраиваем. Все из камня, все прочно. Вопрос сразу возникает. Ну почему, Господи, русскому народу только бы жить такие богатства? Почему тебе не даешь? А далеко очень от Бога оказались. Прохвалились. Мы святая, Русь и прочая. А Господь показал нам, что мы не просто не святая, а никакая. Нигде. У нас все рушится, все пропадает. Никакой дружбы между собой у людей нет. Родные и близкие родители издают дома инвалидов. Детей в утробе убивают. Вся страна направлена на то, чтобы отдалить от себя Бога. Не приблизить. Богу не надо многословия. Не всякий, говорящий, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но исполняющий воля. А Царство Небесное это приближение к Богу. Мы делаемся очень и очень близкие к Нему. Самое близкое на земле место приближения к Богу, это, конечно, причастие. Ближе ничего нет. Он отдает себя на вкушение. Но сразу предупреждает недостойно причащающийся, если пьет себе осуждение. Итак, не батюшка тебя будет испытывать. Это мы так привыкли. Он только свидетель, помочь, раскрыть. Но каждый доиспытывает совесть свою, чтобы приблизиться к Нему. И Великий Пост как раз и содействует приближению максимальному. Пророк Исайя, 29 глава 13 стих говорит, сказал Господь Бог, этот народ приближается ко Мне устами своими. И языком своим чтит Меня, а сердце его стоит от Меня далеко. Это характеристика, данная Богом. Это страна, которую Бог приблизил. Из всех народов Бог никого так близко не приблизил, как Израиль. И вдруг выходит человек и говорит, что Бог говорит, вы чтите устами, а сердце ваше далеко. Мне не угодно ваше жертвоприношение. Напрасно топчете дворы мои. Говорит на родном понятном еврейском языке. Они не могли этого потерпеть. У них только одно рассуждение было. Убить мало. Надо его как-то казнить. Что его казнить? Топором. Слишком мало ему очень. Деряной пилой перепилили. Еще неизвестно, вдоль или поперек. Поперек быстро пилится. А вдоль, так дольше, там еще позвоночки, кости. Деревянная пила, она плохо пилится. А что? Что он так не так сказал? А он сказал, что Богу неугоден ты оказался избранный мой. Я рассею тебя по всему лесу земли. Считай, что здесь написано. И причина какая? Что устами приближаются. Руки ваши полны крови. Господь говорит, я болезнью и приближаю человека. Болеет человек, как он отдыхает. Голод, стонущий, голубистый делается. А вас уже и бить не во что. Бог обращается к Израилю. Не нахожу нигде определенного места даже. По подошве ударить. По телу. А в подошве ноги до темени и головы. Все тело в язвах. Это говорится об Израиле. Какой ужас. А ты переменяй все к себе и говори это обо мне. Это моя страна. Нигде так плохо не живут, как мы. Даже вообразить нельзя. По государству. Мы по медицинскому обеспечению на 73 месте. Позади нас только Нигерия. Еще там какой-то неизвестный народ. Там дикари какие-то. Почему? Все пожирается. Плоть пожирается. И Господь говорит. Не дающий человеку хлеба из человека убийца. Мы живем среди лопийцев. И Богу это отвратительно. Я отверг тебя. Я заброшу тебя как меч в другую страну. Мне кажется, нашу страну Бог распылить. За все, что сейчас делается. И пастыри не призывают к этому народ. Ну надо быть добрыми и все. Ни разу не вышел патриарх, не принес покаяния. Нигде. Ни епископ, никто. А какой благоприятный момент был. Выйти и сказать, а я ведь вас не учил. Простите меня. Вы все заблудились. Вы слово Божие не любите. А ведь это моя вина. Я ни дороги не прокладываю. Я ни поля не засеваю. Я должен засевать души ваши. Я этого не делал. Мы брали все с овсы, а не пасли. Это пророк Иезекииль говорит. 23 глава. Иеремия 30 глава 20 стих. И кто отважится сам по себе приблизиться ко мне, говорит Господь Бог. Если он не приблизит. А как? Не приблизит через истинное упование. Через истинное исповедание. Ни один еретик не может приблизиться. Даже умрет за Христа. И сюда везде говорится. И такая жертва Богу не угодна. Враг, ты умер на другой стороне. Как важно иметь правую веру. Нам Бог дал это. Надо сохранить и подтвердить ее. Не сидеть на месте. Потому что без любви все напрасно. А нет больше той любви, когда... А когда ты пойдешь, может и жизнь положишь за это. На свидетельство. Иеремия 40 глава 13 стих. А они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать передо мною. Но будут нести бесславие свое и мерзости свои, какие они делали. Так говорит Господь Бог к священникам. Как это они могли выслушать такое? Да ведь батюшка на каждом шагу. Да никого святее батюшки нет. И вдруг Бог говорит через порог языки. Или не будете большевыми священниками. Потому что вы все исказили. Ведь у нас сейчас делать ревизию по слову Божию в каждом храме. Нам закрывать надо до конца богослужения даже не дожидаться. Полная эта ревизия, когда проверяют и тут, и так. Человека под суд отдают. Да мы все отсудные. Какое место Писания не откроешь, все не так. Мы деяния апостолов разбирали по стиху. И на каждом стихе у нас так и везде должны были сказать не так. Какое... Считаем следующее. 28 мая глава закончилась. И мы везде должны были сказать, все не так. И закрыли, и заплакали. Все не так. А мы желаем приблизиться к Богу. Как? Любовью к Нему. Любовью к Слову Его. Пророк Сафония, 3 глава, 2 стих. Не слушает голоса, не принимает наставления. На Господа Бога этот человек не уповает, к Богу своему не приближается. Оказывается, когда мы немощные, скорбные, и говорим, Господь, я совсем ничего не знаю и не могу, помоги мне. И когда ты это скажешь, ты приближаешься к Богу. Наше Я больше всего мешает Богу. Оно более всего препятствует приблизиться к Нему. Премудрый Соломон, 6,19 говорит так. Бессмертие приближает к Богу. Какое бессмертие? В Иисусе Христе. Вещи Сына Божия имеют жизнь вечную. Это бессмертие, никогда Он не умирает. И оно приближает веру в Иисуса Христа. Да как можно не похвалить, а что нас Бог приблизил, как народ избранный, верующий, так называемых христиан. Сираков, 36,17. Молитва смиренного проникает сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится к Богу. В молитве не унывать. Радость молитвы нужно все время у Бога упрашивать. Бог дал свободу человеку прибегать к нему в любое время дня и ночи. Это у людей так бывает, что в другое место придешь, рабочий день кончился, сегодня у нас выходной, у Бога этого нет. И он говорит, приблизьтесь ко мне и справьте сердца двоедушные, вроде верующие, а я не знаю, когда Бога, я не отрицаю, это все двоедушие. Что да, да, нет, нет, а выше, по-другому, от лукавого. Бог с лукавым дело не имеет, он прогоняет его. Пророк Исаия 58, 2. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, говорит Господь. Они вопрошают, они желают приблизиться к Богу, как бы. Вот весь ответ. Это говорит он о верующих людях. Приближаются, прославляют, ищут. Их благоговение ко мне в том, что они исполняют заповеди человеческие. Это прям про нас. Не про кого-то. Приближаются к Богу, чего только не преподают. Мы не встретили в Барнауле еще по сегодняшний день ни одного священника, ни одного диакона, который любил бы Слово Божие. И мы каждый раз спрашиваем, кончал что-то, кончал, а вам это не преподавали. Ну и что в Библии у нас есть? А почему же любви-то у вас не привили? Ты зайди к любому сектанту, заговори, он сразу в Библии открывает, показывает любая бабушка. Я вам показывал. Она 70 раз в выписке глава стих написала в одном письме. Человеку 81 год. Как мы пред Богом предстанем-то? А ведь главное это близость, когда Христос придет, приблизимся мы к Нему или нет. Приближенные люди будут приближены, восхищены на облаках. Они свете Нему будут. Будем ли мы там или нет? Если здесь будем далеки, мы в каждом должны увидеть Христа, который верит во Христа. Первое Коринфянам 8.8. Пища не приближает нас к Богу. А на пище в православии очень много поставлено. Едим, не едим. Священники занимаются, что люди во время поста не делаются мягче. Так и священник один, очень известный. И говорит так. Мои бабушки все спокойны. Как пост начинается, как ведьмы делаются. До того злые. Но это опыт показывает. Почему? Сатана искушает в это время особенно. Почему? И говорится, не покажите скучные лица. Ты только думай, у меня сегодня пост. И помашь голову, чтобы был радостный. Я приближаюсь к Господу. Удаляю лишнее. Послание к Евреям 4.19. Закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы прибавимся к Богу. А какая надежда? Та, что за меня умер Христос. Каждый раз, становясь на молитву, скажи своими словами. Не просто отойди лукавый. Лукавый, ты на моей власти никакой не имеешь. За меня умер Христос. Господи, я Твое создание. Ты платил за меня страшную цену. Вводится новая заповедь. Заповедь надежды. Я надеюсь на него. Господи, проверь сердце мое, что не так. Я сейчас в среди ночи позвоню, попрошу прощения. Я каждое слово Твое хочу сердце иметь как солнце, чтобы оно светило. Евангелист Марк 14, 22 говорит так, что приблизился ко Христу, предающий Его. Вот еще какое бывает продвижение. Подошел, обнял и поцеловал. Так вот наше словословие может быть таким поцелуем. Надо молиться Господу, чтобы каждое слово, целование Христа, все было нам не в осуждение. Исайя 55, 3. «Преклоните ухо ваше, придите ко мне и послушайте, и живо будет душа ваша». Кого послушать? Господа. А где послушать? Слово Его. Я ни одного места не нахожу, чтобы можно было приблизиться, отвергая слово Его. Я второй вопрос ставлю. Почему это не заметили, не увидели? Почему это в главную задачу не поставили? У людей, у русских всегда дома были свечи. Лагом доставали, иногда можно было походить, где священник, а нет. Знали, что за батюшкой надо ехать, замерзнет, поедет. Мы читали тут рассказ. Лишь бы успеть причастить, причастие проглотить. Да почему же этой заботы не было? Она умирает о Христе, ничего не знает. Она знала перед смерть, и должна раскрыть рот и проглотить причастие. Все в этом. Да про это нигде ни одного слова в Библии. Это нет, что без этого не успеешь, и ты умрешь. Это так уже нагнетает обстановку. А вот если не знает, не придлился в жизни ко Христу, не примирился, не принял Христа, не жил во Христе, неверующий в Сына не имеет в жизни вечной. Вот это надо все время повторять было. Евангелие от Мопея 11.28. Придите ко мне, все труждающиеся обременен, и я успокою вас. Никто не успокоит. А чего успокоит? От смятенности духа, от непорядка в семье, от криминальной обстановки, от безмерных налогов, от бедности жизни. Все, что абсолютно не подвластно окажется нам, ничего нельзя сделать. Полное разорение страны. Это уже, ну понимают все, грабеж. Придите ко мне. Я успокою вас. Я дам покой вам. Твои иго наложили у вас неподъемное. Возьмите мое иго. Иго мое благо, бремя мое легкое, и я помогу его донести. Исайя 45.20 говорит так. Соберитесь и приблизьтесь. Придите, приблизьтесь. Но они молятся, Господь говорит, а я не слышу. И опять на этот возраст Христовый нужно прийти с проверкой. Господи, я сегодня иду в храм. Мой поклон прими. Всю неделю я хотел к тебе приблизиться. Через храм люди очень сильно приближаются к Богу. Тут и иконы, все располагает. И каждый раз, кстати, найти в себе моменты среди недели. Когда я был особенно близок к Господу, когда я расслышал Его голос, нас не приучили вот этим размышлениям. Нужно внутренним оком увидеть в себя, где Господь был близок, где ты голос Его расслышал, Он тебя подвиг. Ты быстро поспешил где-то на помощь. Ты вовремя открыл слово. Подал руку кому-то помощи. А в конце жизни оказывается, что и там Господь был, и здесь, и через это приближался. А все было некогда. Господи, подожди, я не успел. Мне некогда, у меня другие дела. И мы сейчас сюда пришли, чтобы приблизиться к Господу. И апостол Яков говорит так, что если мы этого не сделаем, то смех наш обратится в плащ, а радость в рыдание. Значит, приближаться к Богу не со смехом нужно, а со слезами. Исправить сердца двоедушные, два духа. Один дух к Богу, а земное тянет к земле. Эту молитву нужно ставить себе и сказать, Господи, проверь меня здесь через слово это. С какой радостью я пою, и тесно пение духовное. Или мирское больше слушаю, и телевизор хотелось бы посмотреть. Итак, приблизимся к Богу. Будем внимательны, когда считается это слово Божие. Посмотрим, когда Он нас приближал в жизни. Я прошу вести дневники и время от времени смотреть, а когда Он был особенно близок ко мне. А вот здесь я голос Его не расслышал. Я на днях говорил вам. Сколько раз меня Господь касался до полного обращения. Я не понял. Я сейчас все перебираю, это нашел. Какая тоска, ты уже рядом был. Я видел людей, а теперь я вижу, что сам Господь подходил. Да почему же я не откликнулся мне несколько лет раньше? Аминь. 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 Аминь.